Волга Волга Артём Артём Просыпайся Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт А я побежал Вставай, пора Да чего, князя, жалко Совсем мальчишка ведь Всё меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать Что говорить Так хотел вернуться к ней В шрамах и орденах Артём, посиди со мной немного Хорошо как Век бы так лежал Слушай А ты когда забирался на высотки в Москве С радио Ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру Ну, место, где мы могли бы жить Избушка на опушке леса там, например Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так Вместе Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши Куда-то в никуда Да ещё и в отдельном персональном купе Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были Лёша держится Говорит всем, что князь мог и в сторону от моста отскочить Остальные тоже особо виду не подают А меня накрыло Понятно, ребята и раньше гибли Он ведь не хотел умирать, князь Просился в самое пекло, да, но умирать не хотел Он подвигов хотел Смотрел на Стёпу, на отца, на тебя На тебя особенно И он ведь не зря, да? Он хотел, чтобы мы доехали Чтобы добрались до этого Ямантау Чтобы рассказали им про Москву Что мы там вроде держимся, не сдаёмся Что столько лет от врага маскировались Просто я как представлю, что это тебя Вот так вот И неизвестно даже Я ведь жить не смогу больше Что, думаешь, выговорюсь полегчает? Вряд ли Понимаешь? И ещё я думаю Раньше Раньше мы были дома И ребят хоронили дома И врагам мстили дома Да, этот дом был плохой И жизнь в нём дерьмо И держали нас в нём насильно Нет, враньём Что ещё противней И сейчас мы ищем себе новый Но здесь Мы в гостях И без приглашения Понимаешь? Ладно Успокоиться мне надо Иди в рубку Отец всё же хотел чего-то Да Отец Да Отец 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 Продолжение следует... 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 Спасибо, Степа... Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел отец Настин. Он погиб ведь? Ну, братцы, помянем князя. Артем, тебя полковник в рубке ждет. Да ладно вам его хоронить. Это же князь. Помните, как он из библиотеки пришел? Тоже ведь поминали уже. Ну, он тогда вообще выдал. Мы уже разлили. Сэм сказал, все. Хорошо, кстати, сказал. Красноячиво. Артем, иди сюда. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимают, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не древлен. Понимаю, товарищ майор. Поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяги и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Ну, вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но, по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Ха, подумать только. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. А, повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко. Но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цель превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкали. Правильная цель оправдывает средства. Да я ведь не возражаю. Просто не у всех цель правильная. Вот именно. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете? Правительство. Ну, конечно. Как-то вы несерьезно к этому относитесь. Не ожидал. Тем более после того, что вы только что услышали. Да. Ну, допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет друг без друга жили. И ничего.